А всем привет, и вы снова на канале Брим Тим. Хе-хе, бой. Вы уже посмотрели видеоролик, как оснастить силикон. Вот всё, что было в том ролике. И сегодня у нас ролик, как собраться на спиннинговую ловлю. Мы с вами позже отправимся на водоём, чтобы ловить фидером. Но основное отличие фидерной от спиннинговой ловли. Фидер это мы сидим, карповая ловля это мы спим, а спиннинговая ловля это мы постоянно ходим, мы постоянно в движении, в активности. И поэтому нам не нужны ни стулья, ничего такого. Нам нужна сумка, куда мы положим наши снасти. У меня спиннинговой сумкой служит вот такая сумка компании Bench. То есть это вообще вроде бы сумка не рыболовного плана, а она для ноутбука. Но имеют карманы, которые меня устраивают и которые позволяют как раз уложить всё, что мне нужно на водоёме. Первое, конечно, мы берём спиннинг свой. Взяли мы его уже. Второе, мы берём катушку свою спиннинговую, с помощью которой мы как раз будем выматывать рыбу. Взяли мы её, транспортируйте катушки в чехлах. Это про длитую жизнь. Далее. Первый момент, который хочется отметить. Ультравальчикам, микроджигистам. Легче, чем тяжёлым джиговикам. Тяжёлый джиговик должен таскать с собой вот такие. Просто неприподъёмные чебурашки в 60 в 36 грамм, целую коробку. И это представьте, один вот этот органейзер весит порядка 3 килограмм. Он очень тяжёлый. Но. Мы же не можем набрать силикона себе чуть-чуть. Уже оснащённого. Мы потому что, если идём на долгое время, мы поотрываем всё. И рыбалка у нас на этом закончится. Поэтому. Если вы джиговик, вы берёте ваш силикон, вашу коробку с грузами, ваш органейзер со всесниками. И всё это вы начинаете складывать себе в сумку. То есть, сложили, сложили. Допустим, упаковку с крючками. Сложили. Сумка у нас уже имеет вес. Но опять-таки, сумку покупайте удобную, чтобы можно было таскать и так, и крепление через плечо. То есть, вы достали, привязали, что вам надо, ходите, кидаете, она у вас висит через плечо. Либо, если это у вас вообще рюкзак, но рюкзак на мой счёт немножко неудобный. Потому что такую сумку можно повернуть, достать, всё кинуть в неё, и всё замечательно. Далее мы берём, кто как хранит, но поводки. Металлические, флюкарбоновые, титановые, вольфрамовые, различного рода поводки. И берём то, чем мы можем хватать большую рыбу. А кунистым не надо. Но, знаете, щука руками брать немножко стрёмно. Поэтому либо у нас это корцанги, чтобы вынимать приманку. Либо, опять-таки, зевник обязательно. Либо вот такие вот щипцы, они из пластика, они с зубьями, которые как раз помогут нам вытащить рыбу из воды у берега. Опять-таки, всё. Мы их сложили. С этим проблем у нас нет. Если вы микрушник, это ещё легче. Вы берёте коробки с вашими приманками для микроджига. Так, если вы ловите на микроджиг и тем более через ультралайт, где вес до 5 грамм, вам нужно всего лишь это коробки с вашими приманками для микроджига. Это уже, допустим, мы сейчас для сравнения возьмём, это между вот такой приманкой, маленьким червячком от компании Волжанка, и между вот таким Лаки Джоновским. Это минога 4,7 дюйма. То есть, уже чисто за счёт силикона у вас будет не такой вес. И вы используете чебурашки там до 3 грамм, до 5 грамм. Но, опять-таки, это не огромные веса хэмиков. И поэтому вам намного легче. Далее, если вы ловите через блёсну, то вы берёте вашу коробочку, где у вас ваши всякие вертушечки, где у вас какие-нибудь маленькие хлебалочки шпарелевые. Опять-таки, всё убрали. Далее, если вы ловите через воблера, вы берёте коробочку с вашими воблерами. То есть, будь-то я, не знаю, опять-таки, показываю для людей, которые только это всё осваивают. То есть, либо через кренки, либо через миноги, глубоководники, поверхностники, либо вы ловите через лягушек, либо вы ловите через мандулы. Опять-таки, чем ловить, дело ваше. Единственное, что я хочу до вас донести, что нужно максимально упростить себе рыбалку в плане переноса вашего инвентаря. Рыбалка – это такой же спорт. Он должен быть с нагрузками. Но разумные нагрузки и нагрузки, которые вас доведут до психа, когда вы взяли всё, что у вас было дома, потому что вы не знаете, что вам нужно на водоёме. И вы это тащите, если вы, тем более, начинающий, если вы подросток, вы без транспортного средства, вы на себе прёте два рюкзака, в зубах два спиннинга с двумя катушками оснащёнными. Я вам гарантирую, вы пройдёте 300 метров по коряжистому берегу, по песочному берегу. Вас возьмёт псих. Любое желание рыбачить пропадёт уже, как только вы пройдёте это расстояние. Может быть, вы даже будете столько идти только до воды. Поэтому, что мы берём? Мы берём спиннинг, мы берём катушку, и мы берём сумку, компактную, удобную, заточенную под то, на что мы собираемся ловить. Если, опять-таки, вы сомневаетесь, а на что будет? На силикон будет? На блёсна будет? На воблера будет? Ладно, соглашусь. Коробка с воблерами лёгкая. Положили мы её, опять-таки. Положили. Положили инструменты, положили упаковку с силиконом, но не делайте никогда вот так. Не таскайте весь свой след, потому что я его вытащил, у меня сумка облегчилась сразу на 3 килограмма. Возьмите просто, допустим, сколько у вас есть силикона, и возьмите на каждую рыбку, грубо говоря, по одному грузу. Потому что, если вы оторвёте одну рыбку, и у вас она была одна, две чебурашки вам незачем. Если вы оторвали чебурашку, по-любому вы останетесь без приманки. И поэтому максимально пытайтесь упростить себе ловлю, потому что она должна приносить только удовольствие, а удовольствие должно быть с комфортом. На этом всё. Спрашивайте, интересуйтесь, оставляйте своё мнение в комментариях. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok